Меня зовут Приставчок Екатерина, мне 29 лет. У меня студия машины и вышивки, я замужем, у меня трое детей, два сына, доченька. По образованию я парикмахер. Почему не нашли себя в профессии, которую получили? У меня как раз я закончила учиться, у меня сын родился, и я вот начала им. Это же надо постоянно заниматься, себя самосовершенствовать, чтобы к чему-то прийти, чтобы не просто подстригать, а как-то добиться успехов. И в общем, я ребенком занялась и поняла, что мне это уже не стало интересно, и не мое. Ну и давно вы пребываете в таком облике, как вот сегодня? Да, давно. Ну вот смотрите, все равно преображение для вас это все-таки внешнее изменение, или вы через себя хотели бы это пропустить? Ну да, внутреннее тоже это, конечно. Уверенность в себе появится, я думаю, по-другому. Буду уже на себя смотреть. И муж. Вы обратились в проект преображения, а как супруга отреагировала? Мы ходили по магазинам, и она что-то не могла себе ничего подобрать, и я увидел вашу передачу и подумал, надо так сделать. А сначала посмеялась, подумала, что это шутка, а потом согласилась, сказала, да, хорошо, я готова. Вам бы хотелось, чтобы она какая-то экстравагантная стала, яркая, или, ну, просто, чтобы подкорректировать что-то? Просто подкорректировать, она... Все-таки вы консерватор в этом вопросе, да? Да, без особых таких излишеств хотелось бы. У нас все-таки преображение, это не просто перекрасить волосы, и подкрасить глазки, и постричься, а это все-таки еще нужно через себя будет как-то. Вам не страшно будет потом ее принять другую? Вдруг она потом поменяется и по характеру, и внутреннюю. Любую ее принимать готов. Наша сегодняшняя героиня уже давным-давно не проводила совместный досуг вместе со своей семьей. Ну и сегодня мы и предоставили такую возможность. Здесь, на курорте Абзакова, отдохнуть всем вместе. В принципе, с этого у нас и начнется сегодняшнее преображение. В оздоровительном комплексе Абзакова есть аквапарк «Аквариум», который предлагает расслабляющий отдых по любую погоду. Температура воды и воздуха здесь около плюс 30 градусов. Круглый год. Система непрерывной очистки воды. Основной упор в аквапарке «Аквариум» делается на семейный отдых. Два бассейна. Большой бассейн с подсветкой площадью 300 квадратных метров. При этом гидромассажная составляющая на уровне есть различные типы бассейнов, в том числе и с эффектом гейзеров и подводным массажем. Внимание заслуживают водные горки. Ну а для самых маленьких посетителей бэйби-пул глубиной 25 сантиметров. Ну а вот за мягким паром можно наведаться и в баньку курорта Абзакова. Уникальная возможность приятно расслабиться и отдохнуть от повседневных забот всей семьей. Проведите выходные всей семьей в Абзакова. Вам всегда здесь рады. Музыка. Музыка. У вас машинная вышивка. Как вы к этому пришли? Ну тоже совершенно случайно. Просто увидела в интернете чудо-машину, которая вот она как умеет, захотела. И муж подарил мне Новый год. Самое простенькое. Я начала изучать, изучать. И все потом лучше, лучше. Теперь целая мастерская. Ну вот я смотрю, у вас та обувь, вон какая со стразами. Все-таки пытаетесь что-то внести в свою жизнь в гардероб такое яркое, да? Хотя, говорит, что элементы все-таки присутствуют. Смелые. Музыка. На улице жарища, а мы с вами пришли выбирать верхнюю арену, что в торговый центр Снеговик. Потому что летом здесь очень хорошие скидки. Начнем с плаща. Вы вообще по какому принципу выбираете верхнюю одежду? По удобству. Чтобы было удобно и комфортно. А что касается цвета? Ну, я люблю яркое. Люблю яркое, но не всегда себе позволяю. Иногда побариваюсь. То есть мы прям в точку попали с яркостью. Такая модель свободного кроя. Да, очень легкий плащ на тонком-тонком подкладе. Капюшончик есть. Капюшон это для плаща хорошо. Множество всяких вот... Да, здесь можно подтянуть, затянуть. А там карман. Это очень свободно, замечательно. Хорошая длина. Как раз вот вы сегодня в брючках. И прям отлично, идеально смотрится. Для прокладки, для прогулок очень даже идеальный вариант. Конечно, было бы нелогично из снеговика уйти без теплой одежки. Что вы нам предлагаете сегодня? Пальто стеганое, цвета хаки. Это уже на позднюю осень. О, а какой красивый подклад. Очень теплый, да. С утеплителем Нордфолк. Тем более сейчас у нас на всю эту коллекцию скидки 30% от стоимости. Самое главное, что она теплая, а не смотрится объемно, громко. Абсолютно, да. За счет того, что стеганое и за счет пористого, очень тонкого утеплителя. Причем он достаточно теплый. То есть до ноля, даже где-то такой небольшой минус, этот утеплитель хорошо выдерживает. Капюшон, заметьте, внутри смеховой такой, да, очень достаточно приятный. То есть, в принципе, можно головной убор не использовать. Набросили на голову и тепло, и комфортно. Да, когда не сильно холодно. Вообще замечательно. И удобно. И удобно, да. Чего вы придерживаетесь? И карманы. И еще одна тепленькая вещичка. Такой зимний пуховичок. Причем эта коллекция уже новая, 2019 года, и тоже со скидкой 15%. Теплый пуховик, но он необъемный. Он прям аккуратненький, да, по фигуре сидит. В уходе очень удобно стирается в стиралке. Очень просто. Мех отстегивается. Это замечательно. Здесь тоже, кстати, очень универсальная длина, и юбка, и брюки, все будет актуально. Он по стилю тоже такой нет привязанности, там, либо классика, либо спорт. Очень универсальный. Хочек куда в нем. Да, комфортно, удобно. И самое главное, теплый, потому что внутри идет утеплитель и засов. Понравилось? Вообще здорово. Ну все, у мужа просите вместо шума. Да, это точно. Пока училась я экспериментировала. Естественно, над собой, там и рыжая была, и коротко стриглась. Ну а потом как-то уже все. И краситесь, и вот так вот волосы собрали в пучок, и все. А, да, это у меня всегда. Ну вот меня всегда волновало, почему вот женщины, когда дети у них появляются, они как-то забывают о себе. У меня потому что муж, он как бы всегда меня принимал такую, какая я есть. Поэтому у меня и тут, и дети. Просто времени, скорее всего, не хватало на себя. Вы знаете, что на своем лице можно почеркнуть, чтобы быть красивее? Глаза. В основном глаза. Я с митцем. По большим праздникам. Да. Хороший у вас такой настрой, что вы все-таки хотите принять этот образ, который вам сегодня предложим. У нас сегодня героиня пластичная, такая готовая, тихая, такая мышка, которая готова к преображению. Что мы будем сегодня предлагать? Ну, Екатерина у нас девушка в том образе, который я люблю. Для меня вообще замечательный человечек, что внутренне, что внешне. Хочу отметить, что у Екатерины редкий колористический тип. Она нейтральный темный колорит, и мы воспользуемся обязательно внешними данными, такими, как ее конопушки. Мы повторим приближенный цвет волосах будет, да. Мы не сильно будем поднимать, потому что она темненькая. Да, мы чуть-чуть ее сделаем светлее, мы сделаем ее... Это ретро, да. В твердой форме, и челка будет достаточно твердой, и сама форма коры будет более твердой, и будет очень легко дома ухаживать за этой стрижкой, да. Катюша, вы оказались заветным в кресле. Вот напоследок, что бы вы не хотели ни в коем случае увидеть на своей голове? Такого нет. Здорово, да? То есть никаких претензий абсолютно у вас нету, доверяете мастерам. Но весь процесс преображения вы не будете себя видеть в зеркале, когда уже все закончится, мы вас развернем к зеркалу. Вера, что еще у нас? Я хочу спросить, а Иван что не хочет? Ага, да. Ну, он за тенью придется все принимать. А все, что есть, да? Мы так уверены, да, что этот образ вам пойдет. Но самое главное, что хотим вас осчастливить, сделать счастливой, чтобы глаза ваши засияли, и чтобы вы вот это счастье потом принесли в свою семью. Ну что? Чтобы Ивану понравилось прям и тебе, конечно. Все, начнем творить нового человека. Муж все-таки был инициатором вашего сегодняшнего телевизионного преображения. Вы как к этому отнеслись? Я как бы нормально, я готова экспериментировать. Нет никаких проблем. Кстати, когда я с ним беседовала, я спросила его, вот не боитесь ли вы, что к вам у супруга вернется такая яркая, экстравагантная, была пауза. Сказал, ну, слишком не нужно, просто немножечко поработать над новым образом. Мы делаем тренды, из этого сезона, который только вошел, плюс ей очень хорошо. И действительно, мода ретро, 20-е годы, конечно, с интерпретацией на сегодняшний день, которая есть в современном парикмахерском искусстве, мы это все применим. Мы все будем делать для того, чтобы она заиграла и стала очень красивой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В момент чего-то светлого и торжественного наступил. Вот, сейчас мы вам покажем вас, ну, совершенно другую. Катя, приготовьтесь, все, глазки закройте, значит, три, откройте. Раз, два, три. Мы ревелимся. Откройте, откройте, откройте. О, боже, вообще, вообще не измениться. Вообще, другая. Вот смотрите, как могут возможности превратиться в реальность. Вы даже не представляли, какой вы можете быть реально красивой. И как будто и волос у вас на голове стало больше. А самое главное, вы стали модной, яркой. Такие красивые глаза с ума сойти, вообще другая. Макияж завтра уже не будет, но останется цвет, форма удобная, уютная. Форма бровей останется, открытые глаза. И можно и за ушки делать, и сразу, да, убирать. Но самое главное, что в носке это все будет комфортно и удобно. И вы каждое утро можете создавать такой образ. У меня вообще нет слов. Почти не поддерживайте. У меня вообще сильно, очень красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается одежды, вот какому стилю вы даете предпочтение? Это больше спортивный. То есть это джинсы, кеды, футболки удобно, быстро. А что касается каблука, платьев, каких-то таких женственных, элегантных нарядов? Ну, очень-очень редко. Каблуки это вообще раза три, у меня из них на свадьбу. А платья тоже более такие спортивные. То есть это удобно, хоп, залез, побежал. Что бы хотелось примерить на себя? Что вам хотелось бы внести в свой гардероб? Цвет, фасон какой-то? Ну, цвет я люблю, если яркий, я люблю. Но я почему-то всегда боюсь его. Я как бы, может быть, и примерю, красиво-красиво, но возьму темный. Эх, такой игривый, озорной образ, как самой-то. Ой, потрясающе. Вообще. Ну, вот смотрите, та у вас такая была плотная, облегающая, какая-то неуклюжая одежда. Вот вам предлагается такой молодежный вариант. Очень дышащий, да? Вы когда-нибудь вообще заходили в Бенетон, что-нибудь присматривали? Ну, так, мимоходом, но так, чтобы одеваться, нет. Была приятно удивлена. Одежда на вешалке висит, вроде бы, как бы, никогда бы не одела, не подумала. А это померила, и вот прям то, что хотелось бы. У нас сегодня такие более теплые образы, тепленькие, да, коллекции магазина Бенетон. Ну, вот опять же, удобно, но в то же время свежо, очень удобно. И, как бы, можно снять свитер, и в рубашке уже классика. Ну, и качество этих изделий уже такое. Хорошее. Ну, вот теперь присмотрелись к этому магазину, будете сюда приходить? Буду обязательно. Очень здорово. О, че уметь. Ближе, ближе, ближе. Мамыля, это ты? Да. Вставляешь, ну че. Классная. Другая? Да. Мы уже знали, да? Это тебе. Мамыля, чем я точно не узнал. Марго. Красивая такая. Внимательно смотрит Марго. Красивая. Красивая? Конечно. Повернись, повернись. Видите, какая мама красивая. Че, ревешь? Вы, наверное, смотрите, столько лет жили с мамой, наверное, даже не подозревали, что она может такой вот быть фантастически красивой, да? Ну вот мы ее такую красивую, а главное, счастливую вам возвращаем. Вы ее, мальчишки, обязательно слушаетесь и следите, чтобы она поддерживала эту красоту. Спасибо, что хорошо. Супер. Не пожалели, Иван, что вас правильно надоулили супруга сюда? Нет, наоборот, даже еще больше убедился, что надо было. Мужчины, делайте своим женам вот такие подарки. Обращайтесь к нам в телевизионный проект «Преображение». Помните, что женщины будут вам очень благодарны. Субтитры сделал DimaTorzok